итак вопрос карта дня и почему я это не делаю для своих подписчиков во первых мне мне лень в мире где есть столько прекрасного столько интересного столько красивого все что надо изучить прочитать подслушать увидеть посмотреть прикоснуться вот еще записывание stories карты дня мне не хочется второй момент что зачем лишний невроз и себе нарабатывать и людям это же говорит о тревоге о том что сегодняшний день готовит в тем более в наши такие в непростые в туманные скажем так времена третий момент даже даже если исследовать это явление как-то энергетические эзотерические вот я не понимаю вот как можно на аудиторию в несколько тысяч человек даже в несколько десятков выложить одну и ту же карту я могу понять астрологическую систему гороскопа для представителей того или иного знака но я никак не могу понять как и индивидуальную систему персональную которая работает с проекциями с фантазиями с чем-то интимным субъективным каждого конкретного индивида как можно вот вытащить из 78 одну карту для всех и каждый там увидит что-то свое не считаю это правильным не считаю это корректным можно конечно задумывать да что я сейчас представитель некого эгрегора некой аудитории своей вот что нас всех ждет это тот же самый вопрос вот расклад на россию что нас всех ожидает тех кто живет в какой-то той или иной стране так вот такого или иного возраста вот понимаете все строго психологично строго субъективно и инди индивидуально невозможно всех расчесывать под одну гребенку поэтому я этого и не делаю но конечно это хороший очень маркетинговый ход те кто ведет свои странички раскладывает к этому отношусь очень смешно даже не читаю просто перелистываю также я не понимаю вот это вообще совмещение кислого и соленого астрологично таро таро расклады таро гороскопа на неделю для стрельцов для тельцов водолеев для каждого представителя знака зодиака вообще астрология это персональная это персональный взгляд личный взгляд на индивида какое положение планет какое положение принимали планеты в космосе на момент его рождения и как те или иные транзиты солнечные лунные затмения новолуние полнолуние и все все астрологические события как они отразятся на человеке лучше всего рассчитывать с учетом его личных данных дата дата времени места рождения а не не делать таких об обобщающих выводов для всех